Продолжение следует... На данный момент мы составили, вернее, провели первый этап оповещения и склали админпротоколы на тех граждан призывного века, которые не появились на призывную больницу, еще до проходения медогляда для подальшего проходения строковой службы. С понедельника мы начинаем повторное оповещение призывников. Если они повторно не являются, мы составляем также административный протокол, после чего передаем все дела, которые мы соберем, протоколы про админпорушения, до полиции. Полиция, соответственно, будет осматривать все материалы и передавать на прокуратуру. Очень много людей отказывается отримывать повестку и думает, что это все как бы так вот сойдет им с рук. Ну, к сожалению, это будет не так. Мы будем, я еще раз повторю, усиливать вот эти все мероприятия, связанные с розыском. И на моем мнении, тут просто, как вам сказать, ну, люди не совсем понимают то, что они делают. Хотелось бы обратиться к родителям призывников, потому что в основном, когда мы прибываем для вручения повесток, родители всячески укрывают своих детей, говоря о том, что их нет дома, они убыли на заработке. Но, как подтверждают те же их соседи, что он дома и работает на предприятии на том же джентерме, или там просто безробитный, но находится дома. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, чтобы родители не совершали, или как, не портили жизнь своим детям на начальном этапе их жизни. К сожалению, как вы говорите, ци циганя, роми, да, роми, они не мают, большинство из них не мают паспортів Украины, не мают освяти. Ну, то есть... Но они ездят на крутих автомобилях, автомобилях, но, на жаль, на жаль, они не поднягают призову на строковую військовую службу. Продолжение следует...